Жил один старик в небольшом, уютном деревенском домике, который стоял на самом краю величественного леса. Весь свой долгий день старик проводил среди буйной природы, восхищаясь бесконечной красотой мира вокруг него и преданно заботясь о разнообразных цветах, которые украшали его прекрасный огород. Возраст не омрачил его душу, наоборот он превратился в доброго и отзывчивого человека, которого все жители деревни уважали и восхищались его мудростью и искренней добротой. Он часто тихо скитался по ближайшим густым лесам, медленно и осторожно шагая среди густой растительности. В то время как он наслаждался природой, его руки быстро и ловко собирали разнообразные лесные ягоды и грибы. Эти лесные уголки были малоизведанными и малопосещаемыми людьми. Все местные жители, выросшие в деревнях поблизости, знали о дикой природе и опасностях, которые могли скрыться в глубине этих лесных просторов. Волки проникали туда, скрываясь в плотной листве, а даже медведи были замечены в этих местах. Старик хорошо осознавал все эти риски и опасности, но его ничего не останавливало. Он не мог представить свою жизнь без ежедневных прогулок по этим чудесным лесам Сибири, которые, несмотря на все трудности, все еще сохраняли свою неприкосновенность и красоту. В своем маленьком саду он трудился с большим рвением и самым большим удовольствием. Его руки были сильными и ловкими, и он неутомимо делал все, чтобы его сад был красивым и ухоженным. Каждый вечер, когда солнце уже садилось за горизонт, старик с радостью принимался за свою работу. Он разжигал костер, на котором готовил ужин, а затем тщательно выбирал самые сухие и толстые дрова. Скрутив их в связку, он аккуратно складывал их в угол сарая, чтобы они были готовы к зиме. Кроме дров, старик также заботился о своих цветах. Он поливал их каждый вечер, тщательно осматривая каждый кустик и удаляя сухие листья. Но самым важным занятием для старика было вязание березовых веников. Он тратил на это много времени и терпения, но каждый раз получалось прекрасное произведение искусства. Веники старик использовал для оберегания дома от злых духов и для создания приятного аромата. Все, кто знали старика, удивлялись его умению делать такие красивые и прочные веники. Но несмотря на свою замкнутость и малую связь с окружающими, старик всегда был готов прийти на помощь. Он не раз помогал бедным соседям с перевозкой тяжелых вещей или с уборкой двора. И всегда делал это с улыбкой и добротой, не ожидая ничего взамен. Все это делалось им с любовью и заботой, потому что старик знал, что помощь другим это самое важное дело на свете. Однажды, когда старик прогуливался по тропинкам густого леса, его уши пронзил горестный плач. Не раздумывая, он направился в сторону источника звука и обнаружил беззащитных волчат, которые запутались в колючей проволоке, они выли от безнадежности и боли. Старик не мог пройти мимо такого душераздирающего зрелища. Старик решительно освободил их от оков сетей, приложив все свои силы и сочетая их с нежностью своих рук. Старик не смог оставить их одних на произвол судьбы и не раздумывая проводил их до границы леса, чтобы волчата смогли найти свою семью и вернуться в свою привычную жизнь. На мордах маленьких волчат отразилась благодарность и признание великого добродетеля. После данного инцидента, старик вернул в свой домик и с гордостью за проделанную работу, продолжил заниматься своими домашними делами. С того момента прошло уже целых три года. Дедушка как обычно отправился в лес, чтобы провести время на своей любимой речке и поймать рыбу для вечернего ужина. Но он не мог даже предположить, какие опасности ждут его в ближайшем будущем. Когда он приблизился к реке и находился всего в нескольких десятках метров от нее, вдруг раздался громкий и устрашающий рев из густых кустов. Дедушка испугался до такой степени, что его охватила паникой и страх. Весь его организм затрясся от ужаса, и он медленно начал отступать назад, надеясь избежать столкновения с неизвестным чудовищем. Но вдруг из кустов вышел огромный медведь и всем своим видом показал, что он тут хозяин и что старик зашел на его территорию. Увидев эту картину, старик упал на землю, он уже принял свою участь и закрыв глаза, он начал молиться. Но у судьбы были другие планы на старика. Медведь шаг за шагом приближался к старику, готовясь его растерзать и полакомиться бедным человеком, как вдруг из куста выпрыгивают три волка и нападают на медведя. Они валят медведя на землю и всеми силами пытаются отпугнуть его, медведь, видя превосходство волков отступает и исчезает в глуши леса. Затем, волки вернулись к дедушке и лизали его лицо, они решили остаться возле него, чтобы просто насладиться его присутствием. Когда дедушка открыл глаза, он был поражен, увиденным перед ним стояли те самые волки, которых он спас три года назад, и они благодарно смотрели на него. Между стариком и волками возникла немая связь, и он понял, что они вернулись, чтобы отплатить старику за его доброту. В этот момент дедушка почувствовал себя счастливым и благодарным за то, что волки спасли его жизнь. Он не смог сдержать эмоции и обнял каждого волка, признавая их своей настоящей семьей. В ответ волки также дружески прижались к нему и ласково виляли хвостами. Затем, как будто завершив важное дело, волки медленно развернулись и столь же спешно, но с уверенностью удалились в чащу леса, оставив дедушку в состоянии счастья и благодарности, наполнившим его сердце. История о дедушке и волках разлетелась по деревне, и все жители удивлялись удивительной связи между ними. Они понимали, что настоящая дружба и поддержка могут процветать, даже между самыми необычными существами. Так закончилась история о дедушке, который спас трех волчат, а спустя три года они спасли его от медведя. Эта история напоминает нам о силе дружбы и о том, что доброта всегда возвращается. Иногда, самые неожиданные существа могут стать нашими настоящими друзьями и спутниками на протяжении всей жизни. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok